Всем привет! Это Елена Вивас из Аргентины и это мой блог о жизни, туризме и эмиграции в Аргентину. Сегодня я хотела бы раскрыть один из наиболее, как мне кажется, вопросов для эмигрантов. Это адаптация в эмиграции. И раскрыть этот вопрос я хотела бы на своем примере эмиграции и адаптации в Испанию и в Аргентину. Это, кстати, тот наиболее частый вопрос, который мне задают, чем отличается Испания от Аргентины, чем отличаются аргентинцы от испанцев и так далее. Все, что я сегодня буду рассказывать, это всего лишь мое мнение и мой опыт. Свой опыт адаптации в той или иной стране вы можете написать вон там вот в комментариях. И мы все их будем внимательно читать, потому что чем больше опыта, тем каждый может выбрать что-то подходящее именно для него. Итак, первое и самое важное, что я считаю необходимым для адаптации в любой стране, это язык. Потому что не зная языка, о никакой адаптации вообще не может быть речи. Ведь не зря практически во всех странах мира для эмигрантов всегда есть от государства бесплатные языковые курсы. Вот пользуйтесь этим, идите, учите языки. Потому что вы не сможете понять эту страну, если вы не будете говорить на ее языке. Не нужно с местными стараться говорить на вашем совершенном или не очень совершенном английском языке. Они не обязаны его знать, они живут в своей стране. Вы же не приходите на рынок в России или там в Украине, в Казахстане и не начинаете с бабушками говорить на английском языке. Они его не обязаны знать. Также не обязаны знать английский язык во всех странах Европы, во всех странах Латинской Америки и так далее. Это их страна, это их язык, поэтому учите его. И когда вы начнете говорить на языке той страны, куда вы приехали, для вас откроются абсолютно другие двери, абсолютно все двери, можно сказать, все горизонты и так далее. К сожалению, во все потоки эмиграции существовала такая тенденция и у наших эмигрантов, кстати, не только у наших, это кучковаться и жить только в этом закрытом социуме своих соотечественников. По большому счету, общаться с соотечественниками в эмиграции нет ничего плохого. Это даже хорошо. Я помню, когда первый раз шла на встречу наших соотечественников здесь, в Буэнос-Айресе, и рассказала об этом своему знакомому аргентинцу, он мне сказал, боже, как это классно. Когда мои предки, не помню, там дедушка или прадедушка, прибыли в Аргентину из Италии, огромный скачок в своем продвижении у него произошел только тогда, когда он начал общаться со своими соотечественниками, и вместе они создали бизнес. Да, общаться это хорошо, но ни в коем случае нельзя замыкаться только в этом кругу общения, общения со своими соотечественниками, потому что когда вы начнете общаться в том числе и с коренными жителями этой страны, вы увидите, насколько качественно выше продвинется ваша жизнь, ваш успех в этой стране, ваш бизнес и так далее. Вообще качество жизни станет намного лучше, потому что вы перестанете искать в новой стране свою прошлую жизнь, свою прошлую страну, но об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Как начать прям с первых дней общаться с местными жителями, если вы не знаете языка? Да, очень просто, начните потихоньку знакомиться со своими соседями, и в принципе вы на них можете отрабатывать свои первые фразы. Фразы знакомства, да, абсолютно любой язык, но выучиться обычно с чего? Научиться приветствовать человека, да, сказать там доброе утро, добрый вечер и так далее, как дела, представиться, спросить, как его зовут. И вот эти фразы вы уже можете начинать отрабатывать на своих соседях, встретили его в подъезде, встретили в лифте, поздоровались, представились, спросили, как его зовут. В следующий раз при встрече уже можете отрабатывать фразы, как у него дела, как его дети, как его собачка, кошечка, игуана и так далее. В принципе нет ничего зазорного, спросить, кем он работает, да, о себе тоже рассказать, начните с каких-то коротких фраз, которые вы уже заранее выучили. Вы не понимаете ответ, тоже в этом нет, ничего страшного, просто улыбайтесь, кивайте в ответ. Если для вас было слишком затруднительно, что он вам ответил, ну посмотрите дома в словаре, да, запомнили какие-то слова, прибежали домой, посмотрели. Но все равно со временем вот это понимание, оно у вас придет. Потому что если вы не начнете с первых же дней открывать свой рот и общаться, ну во-первых, для соседей вы сразу станете кем? Закрытым букой, да, который ни с кем не общается, поэтому не надо этого бояться. Они прекрасно видят, что вы иностранец, они прекрасно понимают, что вы можете не говорить в совершенстве на их языке. Но любая ваша попытка пробовать произнести, пусть даже с акцентом, пусть даже с большим акцентом на первых парах, вот эти фразы приветствия, фразы вежливого общения, поинтересоваться, как его дела и так далее. Все, что я вышеперечислила, уже о вас начнут думать как о человеке культурном, который пытается говорить с жителями этой страны на их языке, которые хотят понять их язык. И вы увидите, как они начнут немножко подстраиваться под вас, да, говорить чуть более простыми фразами. И в принципе, если вы видите, что человек в разговоре с вами начинает городить огороды, пользоваться сленгом, нет, ничего страшного сказать, что, простите, это не мой родной язык, да, а можете вы какие-то более простые фразы формировать. Или, там, можете говорить немножко помедленнее. Я до сих пор иногда могу собеседнику это сказать, да, несмотря на то, что я в испаноязычной языковой среде, сколько уже, наверное, 12 лет или больше. Но приезжая в каждую новую испаноговорящую страну, естественно, что есть свой диалект, есть какие-то свои речевые обороты и так далее. И поэтому нет абсолютно ничего страшного в том, я для себя не считаю зазорным, да, если я прошу лишь что-то пояснить. Или иногда даже сказать, да, скажите, пожалуйста, более простыми словами. Не используйте сленг, мне он непонятен. Кто-то начнет вам объяснять значение этих сленговых слов, кто-то войдет в вашу ситуацию и начнет говорить на более понятном языке. Возможно, кто-то перестанет с вами общаться и отвернется. В этом тоже нет ничего страшного. Но не хочет человек подстраиваться под вас. Ну и ради бога. Найдете следующего собеседника. Как обзавестись друзьями в эмиграции из вашего окружения? Очень многие эмигранты практически во всех странах мира жалуются на то, что в эмиграции очень сложно обзавестись друзьями. И начинают ностальгировать, а вот у меня на родине, у меня столько было друзей, не было никаких проблем в общении, мы ходили друг к другу в гости. А вот в Европе в гости не ходят. Да ну нафиг, в Европе гости не ходят. Когда я жила в Испании, в испанской семье, мы очень часто в этой семье накрывали большой стол. По выходным к нам приходили не только родственники, но и друзья семьи. Это нормально. Это в принципе зависит от семьи, от привычек в этой семье. Может вас вообще никогда нигде не приглашали, ну значит у вас не произошло такого тесного контакта. Итак, приглашают ли в Испании в гости? Да, приглашают. Приглашают ли в Аргентине в гости? Конечно приглашают. Но для этого ваши связи с этим человеком должны быть какие-то, ну чуть более тесными. И тут давайте вспомним, а где друзьями вы обзаводились на родине? Не всегда ведь только, да, там на остановках или там в супермаркете или еще где-то. Вспомните, что большая часть друзей на родине у вас это кто? Это ваши одноклассники и это ваши однокурсники, если вы учились в институте или в университете, ну или в колледже. Ну пройдите этот путь и в новой стране. Идите и учитесь. И вы обзаведетесь как раз теми же самыми связями, такими же друзьями, какие у вас были на родине. Выберите какие-то курсы, которые вам интересны. Во-первых, вы будете на этих курсах практиковать свой язык. Не важно, что на первых занятиях вам это все будет даваться тяжело. Но любая эмиграция дается тяжело. Я абсолютно никогда не говорила, что в эмиграции все намазано медом. Почему-то меня очень многие в этом упрекают. Нет. Эмиграция это ужасно тяжело. Это постоянный адский труд. И адаптация в новой стране это тоже адский труд. И не нужно говорить, что в этой жизни я буду делать только то, что мне приносит удовольствие. Но так можно и до психушки дойти. То есть если вы не будете стараться адаптироваться в новой стране, вас здесь очень быстро все начнет раздражать. Если вы не будете учить новый язык, вам все здесь будет непонятно. И почему люди делают так, а не так, как вам хочется. И перечислять негативные последствия можно до бесконечности. Поэтому намного проще поднапрячься и идти вот этим вот путем адаптации, путем понимания людей. И вот когда вы идете на какие-то курсы, когда вы идете учиться в институт, в университет, у вас есть прекрасная возможность закрыть сразу несколько своих потребностей. Во-первых, это практиковать язык. Я в Испании, во сколько это, по-моему, в 52 училась в институте, чтобы получить новую профессию. Успешно сдала экзамены и получила диплом нутрициолога и диетолога. Во-первых, это мне позволило расширить мой словарный запас. Я получила новую профессию, которая мне позволяет в том числе работать по всему миру на расстоянии. Если же вы идете учиться, ну это у меня, правда, были онлайн-курсы. Если же вы идете учиться оффлайн, плюс у вас еще огромное окружение людей, среди которых вы можете выбрать тех, с кем вам приятно общаться. И когда вы идете изучать какую-либо тему, то вы, скорее всего, оказываетесь в кругу своих единомышленников, которым тоже эта тема интересна. И так вот вы обретете новый круг общения. Не бойтесь учиться. Учиться в этой жизни нужно всегда. Это во многом вам помогает. Язык, окружение, новая профессия, новые интересы и так далее. Ну, если уж совсем вам претит идти и учиться в вашем возрасте, то вот, ну, сто процентов, вы всегда найдете кружки по интересам. А нравится рисовать? Оглянитесь вокруг. Вы всегда найдете в одном-двух кварталах от вас вот эти вот кружки, где учат рисовать. Ну, или курсы, правильно сказать. Идите на курсы рисования. Только не у наших, не у соотечественников. Идите, учитесь у местных. Первое время что-то будет непонятно, ну и пофиг. Со временем вы все равно поймете. Вы начнете, да, от часто повторяющихся слов, вы начнете их запоминать. Ходите на ярмарки разные, ярмарки мастеров местных. Ищите тех людей, которые занимаются чем-то тем, что вам интересно. Я уже в одном из видео рассказывала один из первых моих таких больших выходов в свет. Это было здесь, в Аргентине. Это было посещение сбора любителей старых американских авто. Сначала я с моим сыном и с моими русскоговорящими друзьями мы ходили по этой выставке. Но поскольку мы люди такие достаточно рослые, абсолютно все блондины, нас уже сразу заприметили практически все. Но сначала мы общались только между собой. Тем более вот этот мой русскоговорящий друг, он очень хорошо разбирается в этих старых автомобилях. Мне очень много интересного рассказывал. Но только нам стоило подойти к аргентинцу и начать с ним разговаривать на испанском. Об этих машинах спрашивать его, например, в каком состоянии он купил эту машину. Восхититься тем, до какой степени он ее модернизировал, восстановил, покрасил и так далее. Сразу же вокруг все остальные хозяева машины, просто пришедшие люди на эту выставку, увидели, что оказывается мы говорим по-испански. Кто-то получше, кто-то похуже. Неважно, но мы общаемся, сразу к нам подбежала огромная толпа тех, кто хотел с нами поговорить. Но в буквальном смысле слова выстроилась очередь, чтобы с нами пообщаться, чтобы с нами сфотографироваться, чтобы нам оставить свои визитки, договориться о новых встречах, пригласить на следующую выставку этих автомобилей. Аргентинцы, они общительные, просто невозможно как. В Испании больше всего удавалось обзаводиться друзьями, когда я ходила в бары, потому что очень много приходит туда в Испании одиноких людей, которым не с кем поговорить. И в бар они приходят не того, чтобы напиться, они приходят для того, чтобы поговорить. Обратите внимание, очень многие люди, которые приходят в бар, они стоят именно за барной стойкой и начинают общаться с барменами. Бармены для них там получаются как психологи. Иногда бывает, что даже видя, что бармену это в напряг. Ну, возьмите, разгрузите бармена, возьмите огонь на себя. Я помню в одном испанском баре, очень старый бар, хозяевами которого является одна семья, по-моему, еще с 38-го года. То есть там хозяин сейчас уже в третьем поколении. И в этот бар приезжают, особенно в туристический сезон, люди со всей Испании из поколения в поколение. И там официанты, они все уже абсолютно возрастные. И поэтому клиенты, которые туда приходят, приезжающие из других регионов, они уже как друзья этим официантам. И вот этот бедный официант вот так стоит возле столика по полчаса, да, и выслушивает все, что ему этот клиент рассказывает. Потому что бары, рестораны – это очаг общения. Это не только для того, чтобы поесть и выпить. Это для того, чтобы пообщаться. И вот в этом ресторане я обратила внимание, что официантов намного больше среднестатистически, чем в остальных. Потому что, например, в Испании на официантах очень сильно экономят. В отличие, кстати, от Аргентины. Вот то, что мне очень понравилось в Аргентине, когда приходишь в бар, в ресторан, казалось бы, вообще неоправданно большое количество официантов. Это, кстати, очень радует. Так что вот еще раз повторюсь, что вот в Испании бары, рестораны – такие клубы общения. Есть ли такое в Аргентине? Возможно, есть. Я очень много в бары не хожу в Аргентине. Я как-то больше в рестораны и вижу, все-таки здесь больше кучкуется. Возможно, я ошибаюсь. Пусть аргентинцы меня поправят. Но в Аргентине даже люди подходят ко мне на улице, знакомятся. Вот, например, уже было несколько раз случаев, когда я веду экскурсию, люди подходят, ознакомятся, потому что слышат русскую речь, начинают общаться. Вот настолько люди общительны. Поэтому просто нужно быть открытым, открытым к этому новому обществу. И тогда у вас все будет замечательно. Тогда можно даже будет ознакомиться на улице. Но, естественно, нужно быть с новыми знакомствами, конечно, очень аккуратными. Не забываем, что мир не такой, как сто лет назад. Мошенники могут встретиться везде. Поэтому, конечно, аккуратность всегда нужно проявлять. И, в принципе, здесь же уже можно поговорить, да, и о культурных привычках. Это то, к чему тоже нужно быть открытым. Будьте очень наблюдательными. Будьте снисходительны и терпимы к привычкам тех людей, да, в общество которых вы попали. Не нужно ожидать от людей в каждой новой стране, что они обязаны жить по таким правилам, по которым привыкли жить вы. С какой радости они знают о том, как это было заведено в вашей семье, в вашей стране, в вашем городе. Ведь даже если внутри России, Украины, любой другой нашей бывшей страны, вы будете перемещаться из региона в регион, вы столкнетесь с тем, что в некоторых регионах вас даже понимать не будут. Да, вот я из Краснодара. И я знаю, что это огромная проблема для вновь прибывших эмигрантов из других регионов России к нам на Кубань. Во-первых, это нас понимать, потому что у нас есть свой диалект, который для нас это естественно, потому что так говорили наши бабушки, так говорили наши родители, так говорим мы. У нас другой менталитет, да, мы более там закрытые немножко, мы такие на Кубани, как у нас говорят, куркули кубанские. Я просто одно время читала форумы людей, которые приезжают из других регионов, и то, с какими проблемами они сталкивались. То есть проблемы у вас могут возникать даже в кругу, даже на территории вашей страны, если вы эмигрируете из одного в регион в другой. А что уже говорить, если вы эмигрируете в другую страну или вообще на другой континент. Поэтому нужно быть очень терпимым к окружению, нужно быть очень терпимым к тем привычкам, которые есть. Я уже настолько адаптировалась, что мне иногда сложно вспомнить, как это было в России и чем это отличается в другой стране. Ну вот, например, самое простое, что приходит в голову, это отношения в общественном транспорте. В России так принято, что если пожилой человек заходит в общественный транспорт, то ему тут же, или беременная женщина, ему тут же уступает место, на что они сразу соглашаются. В Испании, например, так не принято. Им предложить свое место, освободить место и предложить присесть пожилому человеку, принято, только если пожилой человек, но уже совсем дряхленький, вы видите, что ему очень трудно стоять, потому что мужчина там в возрасте 50-60 лет, он может просто обидеться. Ну и, конечно же, иногда, да, на самом деле может возмущать, когда ну уж совсем молодые сидят, там уткнулись в свои смартфоны и вообще не обращают внимания на тех, кто заходит в общественный транспорт. Ну, это то равноправие, да, которого добивались все в Европе, в том числе женщины, да, мы все равны и так далее. А в Аргентине немножко по-другому. Конечно же, в Аргентине, если пожилые люди, или, там, беременные женщины, женщина с ребенком, и даже мужчина с ребенком входят в транспорт, ему принято уступать место, независимо там от возраста. Ну, вот видите, что чуть более почтенного возраста, нежели вы, да, зашел человек, то ему нужно уступить место. Более того, вот я часто пользуюсь загородной электричкой, да, потому что я живу в пригороде, и у меня очень быстрый способ добраться до города – это электричка. И если заходит какой-то особо пожилой человек, если там заходит инвалид или там слепой человек, то его тут же за руку берет человек, который является сотрудником железной дороги, да, он стоит возле входных дверей, и может прокричать, уступили место, и тут же берет под ручку, как бы ведет и сажает его на освобождившееся место. Привлекает, да, так как бы внимание, чтобы освободили место, и сажает. Если же там в наушниках все уткнулись в свои гаджетсы, можно просто подойти, как бы там потрогать по плечику, да, и попросить уступить место. В Европе это невозможно, потому что в Европе вообще невозможно такое как бы прикосновение, да, к чужому человеку люди более такие вот закрытые, особенно если, например, о Швеции говорить, то это вообще немыслимо, чтобы кто-то до вас дотронулся. В Латинской Америке не так. Кстати, вот один из факторов, который очень меня раздражает в этих самых электричках, это когда ты сидишь и заходят эти карабинники, которые там что-то продают, вот они идут, и тебе на колени раскладывают свой товар. Если ты там вовремя это не заметил, да, и я вот так обычно так вот ставлю защиту, не надо на меня ложить, особенно когда было у нас лето, и когда к тебе на голые коленки они начинают что-то раскладывать, то, что уже побывало в руках, на коленках у других людей. Но вот для меня это вообще было зашквал. Но я при этом смотрю, как на это реагируют другие люди, абсолютно все реагируют на это спокойно. Никто там не скинет это с себя, не накричит, не сделает замечания. Поэтому для себя я выработала вот такой вот жест, да, вот, ну, не надо, я показываю, что не надо, я ничего не говорю, я не обижаю человека, не оскорбляю его, я показываю, что мне не надо, не ложите на меня свой товар, да, ну, я по-любому его не буду покупать. Но при этом нужно как бы сохранять свое лицо и быть вежливым. Ну, что поделать? Здесь это принято, здесь свободный рынок, поэтому нужно быть терпимее. Кстати, очень интересный факт о культурных привычках, такой понарастающий, да, это как принято здороваться, поприветствовать кого-то, и все это происходит обычно во всех странах с поцелуями. В Аргентине при знакомстве с кем-то, когда уже человек или там знакомый вам человек, вы его приветствуете, да, в Аргентине принято поцеловать в щечку или хотя бы прижаться так щечкой один раз, да, в Испании два раза, а в России, как известно, у нас приветствуют три раза, да, поцелуями. И когда вот мне в Испании или в Аргентине начинают говорить о том, мой, вы русские, вы такие холодные, вы закрытые, вы очень строгие, да, конечно, говорю, вы сколько раз целуетесь при приветствии, например, в Аргентине, мне говорят, которые о себе считают, что-то там самые горячие мачо, один раз говорю, а у нас в России три раза. Сразу начинают себя говорить, ой, да, давай будем приветствоваться по-русски, да, целоваться три раза. Ну, сначала давай по-аргентински, ой, потом ты же в Испании жила, а давай по-испански, а завершим мы давай по-русски, да, три раза. Казалось бы мелочь, но если вы об этом, например, не расскажете, как о шутке аргентинцу, да, и вот он вас приветствует, а вы с ним начинаете там три раза целоваться, он не поймет, что с вами происходит. Подумай же, вы сейчас его в постель захотите затянуть, поэтому нужно быть аккуратным и учитывать все вот эти вот тонкости, менталитета и культурные тонкости. Тут, кстати, пусть на меня испанцы не обижаются, но в плане культуры, если мы говорим о среднем классе, более высоком, аргентинцы, они более чистоплотные, кстати, чем испанцы, и не только аргентинцы, а вообще латиноамериканцы, и, кстати, я от самих латиноамериканцев это слышала всегда, да, общаюсь я с латиноамериканцами давно, да, потому что, как я уже говорю, моя первая миграция, она вообще еще была в Венесуэлу, ой, сколько, ну, лет 14-15 назад, сейчас уже даже не помню, и они всегда это себе как бы оставили, ну, фу, испанцы, такие грязнули, мы такие чистоплотные, и на самом деле, знаете, у меня сначала это немножко так шокировало, практически везде, где вы заходите за покупками, в рестораны, в бары, даже в аптеках, всегда есть отдельно выделенный человек, который занимается кассой, то есть заходя в булочную, один и тот же человек в Аргентине вас не будет, и хлеб он вам дает, и деньги у вас берет, да, как известно, деньги это достаточно грязное тело, и поэтому разные люди обычно этим занимаются, даже в аптеках, ну как, фармацевт вас, с вас будет деньги брать, да, ни за что, это помню первое, что меня тоже шокировало, когда первый раз пришла в аптеку, это, ну, вот вообще мои первые дни были пребывания, да, потому что когда приехал, у меня сразу что-то, то ли гриппом накрыло, что-то такое, и пошла я в аптеку покупать лекарства, то есть вот аптекарь, он мне там все отгреб, что мне надо, выбил чек мне, я лезу за своими деньгами, он мне, не, не, ты не поняла, вот я беру этот кулечек, я его отношу на кассу, такое сначала затор был на кассу, ты же мне чек уже выбил, ну, нет, надо с этим чеком идти на кассу, потому что фармацевт это фармацевт, а кассиры это кассир, не надо фармацевта называть торгашом, и вот таких нюансов, их очень много, поэтому здесь что необходимо, ну, проявлять, как говорят испанцы, аргентинцы, пассиенция, да, немножко терпения, побольше наблюдения, как это делают остальные, и все будете понимать. Следующий очень главный вопрос, это при адаптации к любой, в любой стране, это, конечно же, понимание ее гастрономии, когда вы приезжаете в новую страну, начинайте ходить по местным ресторанам, причем по ресторанам традиционной кухни, потому что очень важно понимать кухню страны, куда вы прибыли, понимать ее традиции, потому что в очень многих странах, когда вы начинаете общаться с людьми, много разговоров, вот в том же смол толкинге, да, когда вы начинаете там с кем-то знакомиться, или там поддерживать с кем-то разговор, с соседями, с новыми знакомыми и так далее, очень много разговоров идет о кухне, потому что в очень многих странах, особенно, например, в Испании, во Франции, говорить о кухне, и кухня вообще, это не то, чтобы вот набить там свои кишки и затушить голод, кухня это искусство, кухня это традиция, кухня это культура, и понимание местной кухни, это очень важно в общении с вашими новыми друзьями и знакомыми в новой стране, идите в рестораны местной кухни, и просите, чтобы вам приготовили блюдо традиционное для этого ресторана, или там для этого бара, традиционная кухня регионов, я вообще, когда путешествую по всем странам, да, вот я приехала, и я захожу, я у местных, во-первых, узнаю, какие там наиболее традиционные рестораны, вот, и приходя в ресторан, я спрошу всегда, самое традиционное для вашего ресторана, или для этого региона, я хочу попробовать ваш регион на вкус, и это самое правильное, и здесь самое главное, не надо учить поваров готовить, просите, чтобы вам приготовили так, как здесь это принято готовить, да, в Аргентине вас, конечно, всегда спросят, мясо какой прожарки, и здесь нет единого канона, потому что есть аргентинцы, которые там мясо любят с кровью, кто любит средние прожарки, а кто любит, чтобы вообще не было крови, чтобы была стопроцентная прожарка, а вот в Испании у вас такой трюк не пройдет, ни один повар в хорошем ресторане не поймет вашего, приготовьте мне мясо на огне, имеется ввиду, да, чтобы оно совсем было без крови, потому что, когда вам принесут, да, у вас могут спросить, вам подходит эта прожарка, вы посмотрите, да нет, это слишком сырое, дожарьте мне, они его дожарят, но вам принесут, разница будет небольшая, никогда вам в Испании стейк не прожарят так, чтобы в нем вообще не было крови, да, ну или уже в крайнем случае, вам его порежут на мелкие кусочки, доведут до состояния подошвы, которые вы сами уже есть не сможете, то есть, ну не нравится вам мясо с кровью, тогда уже извините, ну закажите просто другое блюдо, но не нужно заставлять повара готовить его так, как он не умеет его готовить, но не принято стейки в Испании подавать без крови, поэтому и повара не знают, как его прожарить так, чтобы в нем не было, ну это в принципе не кровь, да, это сок, а в Аргентине знают, и поэтому если вы попросите в Аргентине приготовить вам стейк без крови, когда вы попросите в Аргентине приготовить стейк хорошей прожарки, полностью, чтобы было прожарено, вас поймут, это вот такие тонкости, которые, а их миллионы, которые нужно учитывать, когда вы не просто путешествуете, а уж тем более, когда вы приехали в новую страну, но старайтесь не возить за собой вот эти березки, самовары, селедку под шубой, и просить холодец, любовь, чтобы вам там приготовили в ресторане, потому что это выглядит нелепо, я помню, на одном форуме русских в Испании одна мадам пишет, а посоветуйте мне ресторан, где готовят сложные блюда, ну, например, там борщ, холодец, потому что эти испанцы, они не умеют готовить, что они там, кинули рыбу на гриль, пожарили или мясо, и больше у них нет ничего, это культура испанская, они не обязаны готовить вам борщи, они не обязаны готовить вам холодцы, винегреты и селедку под шубой, готовьте дома, идите в русский ресторан, практически в любом крупном городе мира, где есть российские диаспоры, ну, да, российские, правильно, не русские сказать, российские диаспоры, всегда можно найти русский ресторан или тех, кто готовит на дому и там вам это все развозит, не надо искать Россию в той стране, куда вы приехали, и тогда вам намного будет проще жить, еще раз повторюсь, я не говорю о том, что нужно забыть свои корни, я не говорю о том, что нужно перестать общаться с своими соотечественниками, просто нужно быть более мультикультурным, да, такое вот есть слово, нужно и свою культуру сохранять, свои корни беречь, свой язык не забывать, ну, и быть открытым новой культуре, новой стране, то, куда вы приехали, да, вы же зачем-то приехали в эту страну, что-то вас здесь привлекло, ну, будьте открытыми, будьте более гибкими, подстраивайтесь, в этом нет ничего предосудительного, подстраиваться под новые условия той страны, куда вы приехали, это вам во многом облегчит вашу жизнь, и вот эта вот пластичность, умение подстроиться под новые обстоятельства, оно во многом облегчает ваше дальнейшее существование в этом стране, в этой стране, вы имеете свое другое мнение, да, это что, ну, это ваше мнение, можете его там вот внизу написать. Безопасность, приезжая в любую страну, да, нужно помнить о безопасности, потому что вот эти различные мелочи в этом плане безопасности, они абсолютно разные в каждой стране, нет ни одной страны стопроцентно безопасной, потому что опасность, она бывает любого рода, это может быть вирусная какая-то опасность, это может быть криминал, уличный криминал, там, грабежи в доме, это может быть стиль вождения на дорогах и так далее, то есть под вопросом безопасности можно понимать очень много факторов, в том числе и пищевая безопасность, медицинская безопасность. Это тоже очень важный вопрос в эмиграции, который нужно отслеживать. Так, например, попадая в тропические страны, вы должны понимать, что уровень какой-то вот вирусной, инфекционной безопасности, он здесь ниже. Это связано с климатом, потому что в теплом, во влажном климате всякие там болезни, микробы вируса, они размножаются лучше. Ну, вот самый простой пищевой пример. Свежие устрицы где-нибудь в Нормандии, на севере Франции, которые росли и размножались в холодной воде, которые перевозятся, например, и от фермы в ресторан или бар в другой город, при низких температурах это одно, а приехать, например, на Карибы, где всегда жара, и есть свежие устрицы. Вот я бы, например, никогда не рискнула, да, да, простят меня жители карибских стран, но я никогда не буду есть никакую не сырую рыбу там, не сырое мясо в этих странах, где постоянная средняя температура, дневная, начиная выше 30 градусов, потому что это моя пищевая безопасность. То же самое касается фруктов, овощей. Если вы живете в какой-то тропической стране, то всегда нужно больше уделять внимание тому, чтобы их помыть. Даже если смотреть на привычки местных, в Испании привезли фрукты домой, ну, там помыли их слегка, или там об штанину обтерли, да, смотрите очень многих, если вы будете даже смотреть за известными поварами, которые ведут свои гастрономические программы на центральном телевидении, вот они вам там начнут рассказывать. Мясо ни в коем случае мыть нельзя, но вкус потеряет. Грибочки салфеточкой обтерли, и все готовим, даже вплоть до того же, если это будет сырая подача этих грибочков и так далее, да, то есть я не говорю, что вот я это там в какой-то семье увидели. Нет, это то, что я видела даже по центральному телевидению. И абсолютно другое отношение к свежему продукту. То есть здесь, в Латинской Америке, в любой стране, то есть здесь принято более тщательно мыть фрукты и овощи перед тем, как, например, сделать салат. Есть и специальные растворы, дезинфицирующие для свежих овощей и фруктов, когда вы вот заходите в овощную лавку, и они стоят там на видном месте. Да и раньше я там читала, кто-то уксусом сразу дезинфицирует, кто-то содовым раствором и так далее. То есть вот даже вот сама вот эта привычка дезинфекции фруктов и овощей в Латинской Америке, она более развита, чем в Испании. Да, сейчас со времен пандемии в Испании тоже, например, начали продавать в овощных лавках различные препараты, которые вам, которые можно добавить в воду, да, и которые вам помогают дезинфицировать. Раньше этого было намного меньше. А в странах Латинской Америки этот вопрос был более развит, потому что многие страны здесь находятся в тропическом, в субтропическом поясе, где все вот эти микробы, инфекции, вся вот эта микрофлора размножается с большей скоростью в результате особенностей климата. И это тоже нужно учитывать. Это тоже ваша безопасность. Здесь во всех странах Латинской Америки и в Аргентине в том числе очень много на улице криминала. Он есть, да, ну, нужно опять же понимать, в каком районе вы находитесь, в какие районы вообще не надо ходить, нечего вам там делать, потому что вы своим внешним видом иностранца будете привлекать лишнее внимание. Да, очень много попрошает. И нужно с ними быть очень аккуратно, не нужно вызывать у них агрессию. Я, в основном, что я делаю? Да, я поворачиваюсь просто спиной. Вот как пример, в Борелочи, приезжаю в Борелочи, там отель у меня был оплачен заранее по банковской карточке, а потом я еще себе снимала дополнительные апартаменты, где мне нужно было расплатиться наличие. Подхожу я к банкомату, который находится внутри банка, да, как бы такой коридорчик. Уже это дело было вечером. Подхожу к банкомату и начинаю там считать деньги, да. Ну, как известно, тут в Аргентине самая маленькая купюра, она соответствует двум долларам. Поэтому каждый раз, когда вы снимаете деньги, это всегда большие пачки получается. И вот мне нужно сосредоточиться, мне там нужно почитать, сколько мне там надо расплатиться, сколько банкомат мне за один раз максимально может выдать и так далее. Такое полное сосредоточение на своих денежках и начинает там ко мне со всех сторон подходить мужик, отдай мне свои деньги, отдай, зачем они тебе, мне не нужнее. И с этим сталкиваешься везде и постоянно. Слава Богу, вот здесь, где я живу, в Санасидра, здесь такого нет. И, в принципе, достаточно спокойно можно подойти, снять деньги. Очень мало попрошаек на улицах. И это вот о том, что нужно правильно выбирать район, где вы живете. Это вполне возможно, что и в европейских странах это тоже есть. Просто я жила в Испании, в городе, да, как бы с минимальным криминалом в Испании вообще, да. Я когда жила в Сантандер, если посмотреть криминальную статистику, это город самый безопасный. Есть ли там попрошайки? Да, они есть, но их очень мало. Я помню там как последний год, когда я жила в Сантандере, обзавелся такой, наверное, его там уже весь город знал. Вот ты идешь по главной торговой улице, он прям подбегает к тебе и начинает орать на тебя. Помоги мне, помоги мне, дай мне денег. Но достаточно редкое было явление. Он всех в шок приводил. Там он еще или нет, или уже тактику изменил, потому что я не знаю, в чем именно была его тактика напугать людей, чтобы скорее от него откупились, и больше он тебе не подходил. С этим можно встретиться абсолютно в любой стране мира. Вопрос во многом, это в количестве таких людей. В Аргентине, конечно, таких побольше, которые постоянно будут там ходить за вами по пятам, что-то попросить. Или ты там сидишь на террасе, в ресторане, в баре. Вот недавно переговоры, сижу с туроператором, общаемся. Уже просто пришлось на эту террасу попросить, чтобы официант закрыл двери, потому что разговаривать было невозможно. Один за другим, один за другим. Одному сигаретку, да, и другому попроси, чтобы там ему бокал вина принесли. Другой там, мне детей нечем кормить, дай мне денег. Ты же ешь, и я хочу есть. И вот один за другим, один за другим. Да, это немножко утомляет. Но опять же нужно иметь чувство такта, да, отказывать как-то вот, обезопасить. А как тут, кстати, правильно произнести? Обезопасить себя. Никогда нельзя вызывать у них агрессию. И тоже, да, чтобы это понять, нужно наблюдать за другими. А, кстати, здесь вот я вспомнила про наблюдение за другими, когда я только приехала, познакомилась тут с одним мужчиной, за которым я наблюдала, и у него подчеркнуло вот этой моде короткого разговора, с молд-толкингу, да, который очень принят во многих странах, в Аргентине в том числе. Вот мы приходим чайку попить утром в бар, и он сразу обращается к официантке. А как вас зовут? А как ваше утро сегодня? Прошло. А какие у тебя там взаимоотношения с шефом? Он настолько быстро умел к себе располагать абсолютно любого собеседника, что за 2-3 минуты можно было услышать всю жизнь официантки, с которой он начал разговаривать. И, естественно, как она будет вас дальше обслуживать. Естественно, что она вам предложит всё самое лучшее. Она же уже о себе всё рассказала. Она уже, в принципе, вас чувствует своим другом номер один в этой жизни. Она вам посоветует всё самое лучшее. Она вас обслужит быстрее остальных и так далее. Это вот о том, что нужно за местными наблюдать и подчёркивать у них все самые лучшие привычки. Ещё о безопасности. Кстати, очень такой важный вопрос безопасности для меня в Аргентине – это безопасность на дорогах. Мне тут местные всегда говорят, «Елена, ты погибнешь под колёсами автомобиля». Мне очень сложно было перестраиваться. А это надо делать, да? Потому что это моя безопасность. А то, что здесь, в Буэнос-Айресе, не уважают пешеходов на пешеходном переходе. То есть, если вам загорелся зелёный свет, он, кстати, здесь для пешеходов не зелёный, а белый, это ничего не значит. Вы обязаны смотреть по сторонам и убедиться, что вас пропускают. И для меня ещё в этом проблема, то, что вот я где живу, в Сан-Исидро, здесь, в Сан-Исидро, где-то, ну, процентов 80. Водители вам уступают дорогу. Только вот залётные какие-то. Им пофиг, что у вас главное на пешеходном переходе и будут нестись. Особенно женщины этим страдают. Мужчины немножко всё-таки потактичнее в этом плане. А в Буэнос-Айресе надеются, что кто-то вам уступит на пешеходном переходе. А эта вероятность стремится к одному, к двум процентам. К сожалению, эта проблема есть. И это нужно учитывать. И это, прежде всего, ваша безопасность. То есть, вышли вы в город, в Буэнос-Айрес, вы куда-то идёте пешком, у вас пешеходный переход. Нужно смотреть по сторонам. Здесь не уступают. В Испании, например, такого нет. Хотя тоже, когда я только переехала в Испанию, из России, у меня было такое, что вот там увидела пешеходный переход, там торможу, начинаю смотреть по сторонам, надо мной смеясь. Кстати, это тоже не только в Испании было. Это я помню первый раз, когда со мной такое случилось, что, подойдя к пешеходному переходу, я останавливаюсь как вкопанная, надо мной начинают все смеяться. Это уже было, когда я прилетела в Венесуэлу, в Каракас, в аэропорту. На меня смотрят. Ты что, дикая, что ли? Что ты затормозила? Это же пешеходный переход. Вот у тебя же преимущество, давай вперед, переходи. То есть в каждой стране есть, как бы в каждой избушке свои погремушки. И это нужно тоже всегда учитывать. То, к чему я еще не могу уже год спустя приспособиться в Аргентине, что меня здесь немножко напрягает и не дает стопроцентно адаптироваться, это, конечно же, система денег. Это постоянная смена курса, это постоянная инфляция. Но что делать? Здесь мы просто должны понимать, что здесь что-то изменить не в наших силах, поэтому нужно просто приспосабливаться. Для меня все равно это еще очень достаточно сложный вопрос, потому что в Испании все было просто. Один курс, евро, причем он евро по всей Европе, можешь спокойно путешествовать по Европе, наличкой или карточкой платишь, вообще никаких проблем. В Аргентине нужно выработать какую-то свою систему. Есть? Да, есть. А можно ли к ним приспособиться? Да, можно и нужно. Ну, это как бы ваше спокойствие. Я имею в виду спокойствие вашей нервной системы. К чему еще мне трудно здесь приспособиться в Аргентине? Это отсутствие товаров среднего класса. Я себя всегда позиционирую, да, я человек среднего класса. В Испании, в принципе, там все держится на среднем классе, и поэтому любые товары, это касается товары для дома, это касается одежды, не знаю, там машины, автомобиля, что еще, ну, абсолютно, да, там отдых и так далее. Вся основная масса товаров и услуг, которые представлены в Европе, непосредственно в Испании, она прежде всего рассчитана на людей среднего достатка, не важно, там нижний, средний, 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 высший и так далее. Любые ниши, они закрыты. Здесь в Аргентине с этим намного сложнее, да, здесь в основном товары или для людей с небольшим достатком, но меня зачастую не устраивает качество этих товаров, и, ну, имею я на это право. Ну, тогда извините, Леночка, не устраивает вас товары эконом-класса, идите и покупайте товары дорогие. Средний класс как таковой вообще в Аргентине достаточно мало представлен, да, то есть мало людей, которых можно в процентном отношении к общей массе всего населения. Очень мало людей, которых можно назвать средним классом. И поэтому товаров для среднего класса их очень-очень мало. Так, что еще, ну, что еще о моей адаптации? Экология, климат. Ну, здесь сложно сравнивать, потому что в Испании я жила все-таки в небольших городках, там, в Барселоне, только таки набегами по несколько месяцев жила иногда. А так, в основном, вся моя жизнь в Испании проходила, да, или в Сантандере, или в Сан-Себастьяне, и зачастую это все-таки были окрестности. Это городки с населением порядка двухсот тысяч человек. Здесь в Буэнос-Айрес я приехала, это мегаполис, поэтому, конечно, сравнивать экологию, это сложно. Ну, и, в принципе, поэтому я тоже живу не в самом городе, я живу в пригороде. И это прежде всего вопрос экологии, и не только загрязнения воздуха, что очень важно для меня, но и шумового загрязнения, людей поменьше, толкнет на улицах, ну, за исключением там, при вокзальной части и так далее. Вопрос экологии для меня важен, и это тоже тот вопрос, почему я не живу в самом Буэнос-Айресе, где воздух намного сильнее загрязнен, чем нежели, когда вы живете в пригороде. Поэтому не нравится воздух в Буэнос-Айресе, в добрых ветрах, ну, пожалуйста, ищите поменьше воздуха. Тем более же Аргентина — это не только Буэнос-Айрес, его пригороды Аргентина. Крупнейшая в мире страна, восьмая по площади, здесь много больших городов, да, вот у меня есть видео из Борелочи с Лесничем, да, так оно у меня называется, где с Александром мы разговариваем вообще о жизни в Аргентине, и который, вот, как пример, показывает, что когда он в Борелочи перевез свои родители, вот они у него поэтому прожили больше 90 лет, в то время как все их ровесники, одноклассники и так далее намного раньше ушли из жизни. Но ищите свои более чистые места, если для вас вопрос экологии, как для меня, очень важен. Что еще для меня трудно в адаптации в Аргентине было, это отсутствие рождественского настроения, да, я понимаю, что уже полгода прошло, но вот я вспоминаю свои ощущения, когда я приехала в Борелочи, да, это марта, пречи, уже не помню, и это как раз уже первые такие дуновения зимы, да, у нас тут все наоборот, у нас в январе лето, а в июле зима. Вот когда я ходила по Борелочи, март, начало апреля, и уже везде на витринах было предпасхальное настроение, я наконец-то поймала предрождественское настроение, потому что запах морозца, тогда уже в горах выпал первый снег, и вот этот аромат снега, а он есть, да, как раз в горы спускался, я его чувствовала, плюс вот эти украшенные красиво витрины, запах дерева, поскольку много домов там имеют отделку из дерева, вот я хожу под Борелочи, начало апреля, а у меня такое рождественское настроение. В Буэнос-Айресе вообще нет, потому что улицы не украшают к Рождеству, да, там единственная городская елка стоит в торговом центре, ну и там я по своей работе, поскольку гид, я за туристами обычно заезжаю в отели, то видела эти елки еще в отелях, а так вообще на улицах города абсолютно никакого не было рождественского настроения. Ну окей, нравится вам Рождество, значит нужно вам куда-нибудь в другую страну поехать на рождественские праздники, или может там в том же Борелочи и не была на Рождество, но думаю, что там тоже очень красиво, поскольку все-таки это больше там немецкая, швейцарская культура, возможно там и Рождество есть. Жители Борелочи, пишите мне там в комментариях, как у вас с рождественским настроением. Так, что еще, если сравнить адаптацию в таких странах, как Аргентина и Испания, здесь вот у меня выписано экологически чистые продукты от фермеров, ну они там и там есть и в Испании, и в Аргентине. Если вы стремитесь к чистому питанию, это все есть огромнейшее количество продуктов диетического, чистых экологических продуктов, как в Испании, так и в Аргентине. Причем в Аргентине, мне кажется, даже больше, да, вот сюда вот я приехала, когда в свою деревню, деревню, сан-эсидра-деревни, я выхожу, и у меня на квартале по два магазина диетического питания, там экологически чистых продуктов, это есть повсюду аренда жилья аренда жилья сильно отличается от того как мы это привыкли в россии а в аргентине и в испании примерно одинаково почему об этом я всегда говорю потому что те кто никогда не жил за границей да и из россии приезжает новую страну первая проблема с которой он сталкивается это аренда и мы хотим чтобы этот процесс проходил так же как это было в россии нет процесс очень сложный найти свое жилье и оформить все документы потому что в россии нашел контракт заключил и все что касается европы что касается аргентины всегда от вас будут требовать вот такую вот стопку документов от вас и это прежде всего для безопасности хозяев этого жилья потому что и в испании и в аргентине есть проблема с окупасами поскольку это страны достаточно такие левацкого направления да и здесь у всех людей есть право на жилье неважно ваш этот дом или не у него не ваш у вас есть право на то чтобы им владеть и поэтому есть проблема того что когда арендатор перестает платить его очень сложно выселить поэтому и а заключить контракт очень тяжело и не нужно ждать что это будет точно так же как это было в россии потому что в россии не платильщика легко выселить или там не знаю в соединенных штатах наверно тоже это легко сделать в странах европы в странах латинской америки намного сложнее поэтому просто нужно принять как данность чем еще с какими вопросами приходилось сталкиваться открытие своего то мама открытие своего и по если говорить по-русски но здесь практически одинаково это достаточно было просто сделай и в испании и в аргентине за небольшим исключением что в испании я например пришла к так называемому хестеру и он все это за меня сделал я ему все бумажки принесла там что-то еще сказал донесла и все у меня мое честное предпринимательство открыто в аргентине это все делается digital через интернет и если у вас там где-то какие-то кнопочки не нажимать как это у меня было да то есть мне пришлось потратить немножко больше времени потому что когда я сразу пришла в налоговую такая давайте вы мне все сделаете вот я вам все принесла помогите мне нет так в аргентине такое не проходит вам дают там всякие пароли где чего там зайти вам расскажут блин со мной на целый час женщина в налоговой общалась мы поговорили за всю мою жизнь поговорили за всю ее жизнь за всех ее русскоговорящих знакомых или там тех кто имеет русские корни но она мне ничего не сделала конкретно чеши домой там все будешь делать я там пришла начала тыр-пыр где-то что-то не получается она мне тогда сказала если у тебя не получится вот тогда ты приходи я тебе все сделаю поэтому там где чуть понажимала на кнопочки где-то что-то у меня там не получалось поэтому я вернулась к ней уже мы практически друзья были давно уже долго поговорили она мне все сделала помогла открыть уже чуть было сложнее а так по большому счету особых каких-то проблем с этим нет система здравоохранения а если сравнивать систему здравоохранения в испании в аргентине здесь я тоже не нахожу каких-либо сложностей больших различий даже так правильнее сказать потому что и там и там есть и бесплатная и платная медицина страховая поэтому нужно выбирать какой вы будете пользоваться до бесплатная и ждать очереди когда вас примет тот или иной специалист или платить страховку не пользоваться страховой медициной это будет намного быстрее единственное что если вы хотите себе страховку с полным стопроцентным прокрытием то в аргентине она намного дороже чем в испании в этом да есть разница а так медицина хорошие там это открытие счета в банке да тоже то есть чем сталкивается каждый иммигрант а потому что есть такие пункты по оплатам без которых невозможно что-то оплачивать там свет не знаю интернет сделать себе забукировать отель и так далее ну во многом конечно же наличие карточки у вас вашу жизнь облегчает в любой стране процесс открытия банковского счета у меня и в испании в аргентине прошел одинаково в первый банк куда я обращалась меня послали лесом а во второй банк куда я зашла мне открыли счет у меня это также было и в испании у меня это также прошло и в аргентине чуть чуть сложнее пользоваться банковской системой в аргентине да есть вечно я сталкиваюсь с какими-то препятствиями и об этом несколько раз уже писала у себя в фейсбуке просто какие-то постоянно со мной происходят анекдотические случаи если хотите я вам запишу видео потому что уже есть много наработанных лайфхаком которые просто они никогда вам не придут в голову вот ну в принципе у меня наверное все очень много сегодня наболтала я надеюсь что какие-то мои наработки и советы вам будут полезны вот на этом у меня сегодня все пишите свои вопросы пишите свои мнения в общем лайки и комментарии вон туда с вами была ваша елена вивас всем большой привет из аргентины и до новых встреч на моем канале